В коридорах школы шумно и празднично. Пятничное утро в лагере улыбка наполнена событиями, объединяет которые один очень важный, добрый и трогательный праздник – День матери. Это и различные мастер-классы, и беседы, и конкурс портретов, открыто для мам. В общем, все, что могу, все самое дорогое, любимое дарим своим мамам. Те, кто уже готов, не сидит без дела. У них просмотр фильма, экскурсию в школьную библиотеку. В этот день ребятам рассказывают о такой нелегкой работе, как быть мамой. И это все только малая часть одного большого дня в улыбке. А таких уже прошло целых четыре. И никак по-другому, как очень насыщенными их не назовешь. Ходили на разные фильмы в кинотеатр, в планетарий, и у нас проводилась эстафета в школе. Мы здесь не учимся, а наоборот гуляем, играем, бегаем, и поэтому мне нравится. У нас всегда очень интересная программа. В этот раз мы, в общем-то, все приурочили к нашей такой внеурочной деятельности программы «Я и мир вокруг». И каждый день у нас идет, в общем-то, одно какое-то направление. Допустим, понедельник спортивно-оздоровительное направление. Значит, все мероприятия связаны со спортом. Вторник духовно-нравственное. Все, и здесь мы посещали, и вот у нас была замечательная экскурсия в храм, и мероприятия были здесь. В среду у нас социальное направление, значит, и вот как раз у нас старшеклассники проводили мастер-классы. Работает лагерь как часы. Ребята без дела не сидят ни минуты. Опыт устройства детского учреждения в стенах школы очень большой. В этом году школа отмечает 40 лет. Я думаю, что и лагерь каждый год также работает. Потому что я вот больше 25 лет работаю, и пока я, вот помним, всегда лагерь был. Конечно, чаще всего лагерь принимает детей в летние каникулы. Но в этом году случилось так, что на устройство оздоровительного учреждения школе выделили деньги и в ноябре. Принять лагерь смог аж 120 детей. Это не только ученики из самой 16-й школы, но и из ближних 22-й, лицея 10-й. В основном это ребята возраста начальных классов, многие из которых ходят сюда не первый год. Мы всегда ходили в лагерь, когда возможно было. И летом, и сейчас. Вот именно в этом году у нас впервые лагерь в каникулы не в летние, а вот именно сейчас. Если логически подумать, то если бы было неинтересно, мы бы не ходили. Да, здесь очень интересно, то есть здесь есть друзья. Я люблю выступать перед всеми. Мне это очень нравится. Мне нравится, что мы там играем. У нас там бывают соревнования тоже в классе, рисуем там на какие-нибудь конкурсы. Конечно, это здорово, потому что родители только летний отдых организуют ребятам, а вот осенью, весной, как правило, ребята остаются дома. И вот лагерь – это большой подспорь. По обыкновению смену заканчивают с началом работы самой школы. Но в лагере не прощаются, а говорят «до новых встреч». Ведь провести каникулы с улыбкой ребята смогут еще не раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!